Audi Q7 с двигателем 3,6 литра, полным приводом, автоматом, всего за 850 тысяч рублей. Соблазнительно, не правда ли? Правда, пробег 180 тысяч и год выпуска 2007. Вы знаете, как я отношусь к премиальным автомобилям по цене Renault Logan. Но, может быть, в этот раз все будет безоблачно и беспроблемно. Как вы поняли, вы смотрите программу «Поддержанные автомобили» на телеканале Автоплюс. С вами я, Максим Пастушенко, и мы начинаем. Этот кроссовер впервые предстал перед публикой в 2003 году в виде концепт-кара Audi Pikes P4 в Детройте. Спустя два года появилась уже серийная версия под названием Q7. Платформа, на которой построен этот кроссовер, также лежит в основе Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne. По идее, кузов Audi Q7 имеет неплохую антикоррозийную защиту. Если где-то и образуется коррозия, то, как правило, в местах сильных сколов и царапин. Но, например, двери, особенно на машинах после рестайлинга, могут ржаветь сами по себе вот таким образом. Так что, если на машине, которую вы собираетесь купить, вы обнаружите ржавую дверь, это совершенно не значит, что она битая или крашена не на заводе. Уже через 3-4 года эксплуатации начинаются проблемы с ручками дверей на машинах с системой бесключевого доступа KLS GO. Замена каждой из них обойдется примерно в 20 тысяч рублей. Оставлять их неисправными нежелательно, так как они сильно разряжают аккумулятор. Также нередко выходит из строя замок двери багажника, привод лючка бензобака и датчики парковки. Со временем закисает трапеция стеклоочистителей и срываются зубья на шестернях механизма. Ремонт такой неисправности обойдется в 30-40 тысяч рублей, согласитесь, недешево. На этом проблемы с очисткой стекол не заканчиваются. Например, постоянно обрываются трубки подачи жидкости к форсункам, причем в районе блок управления двигателем. Ну, чем это может быть чревато, думаю, объяснять не надо. Сзади тоже постоянно обрываются трубки подачи жидкости к стеклоочистителю. Жидкость капает на моторчик, происходит замыкание, и в результате моторчик начинает работать постоянно без остановки. Ремонт этой неисправности обойдется в 10-15 тысяч рублей. Немало хлопот может доставить и оптика. На дорестайлинговых машинах отказываются работать задние фонари из-за плохих контактов. Лечится это путем замены жгута проводки стоимостью 3-4 тысячи рублей. На обновленных машинах выходят из строя передние светодиоды. Есть еще одна проблема. Фары, светодиодные поворотники и элементы зеркала часто воруют. Это не мудрено, ведь каждая из этих деталей стоит от 50 до 100 тысяч рублей. В придачу при демонтаже могут повредить капот, крылья, бампер или решетку радиатора. А это дополнительные расходы. С годами интерьер Q7 может выглядеть прилично, но все-таки со временем будут появляться всевозможные факторы, которые будут говорить о его возрасте. Например, не дожидаясь 100 тысяч километров, повсеместно по салону будут появляться всевозможные скрипы, стуки и дребезжания. Например, со стороны центрального подлокотника, переднего и заднего сидений, или же, например, панорамной крыши, если таковая имеется. Где-то после 60 тысяч километров, скорее всего, выйдет из строя моторчик печки. О надвигающемся ремонте в 20 тысяч рублей скажет характерный свист при работе отопителя. Еще через 50-60 тысяч, скорее всего, начнут подклинивать приводы заслонок к климатической установке. И тогда же, скорее всего, начнется разограммитизация системы кондиционирования из-за трескающихся трубок, которые расположены в очень неудачном месте под левым передним колесом. Ну и где-то в районе 100-120 тысяч километров может начать гаснуть дисплей и затухать музыка. Скорее всего, это приведет к замене либо усилителей, либо блока ММА. Хотя иногда эта проблема лечится посредством перезапуска системы. Надо заметить, что электроника явно не самая сильная сторона Q7. Но проблем хватает и с агрегатной базой. Моторы на этой модели, как правило, большие, мощные и технически сложные. Двигатель, который установлен на этом Q7 объемом 3,6 литра, и несмотря на то, что он относится к линейке FSI, он считается одним из самых надежных для этой машины. Из основных проблем, которые здесь могут случиться, можно назвать то, что, например, где-то при пробеге 150 тысяч километров может растянуться цепь, а замена ее стоит недешево, где-то 150-200 тысяч рублей. Часто выходит из строя блок управления двигателем. Находится он здесь. Проблема кроется в том, что внутрь попадает влага через вентиляционную пробку. Правда, это же может произойти и из-за плохих контактов на разъемах. Часто сгорает стартер на Q7. Правда, это больше свойственно для машин с дизельными двигателями. Стоит он где-то 20-25 тысяч рублей, но может быть и такое, что просто на нем пропадает масса. В этом случае люди часто решают проблему посредством замены провода, который идет к кузову на аналогичный от КамАЗа. Трехлитровый дизель в целом неплох, но в определенных его модификациях, выпущенных до 2008 года, бывают серьезные проблемы с ТНВД. После 80 тысяч километров насос начинает выкидывать стружку в топливную систему. Комплекс работ по устранению последствий может доходить до 500 тысяч рублей. На этом же моторе до 2009 года выпуска случаются проблемы с заслонками впускного коллектора. В этом случае ремонт обойдется дешевле – около 50 тысяч рублей. На двигателе 4.2 TFSI нередки задиры в поршневой группе, уже при пробеге 50-60 тысяч километров. Трехлитровый TFSI до 2010 года уже на 20-30 тысяч километров мог начать потреблять до полутора литров масла на тысячу километров. Решение – замена сальника коленвала, замена маслоотделителя и перепрошивка блока управления двигателем. Если все это не помогло, то замена поршневой группы. Audi Q7 с двигателями 3.6 комплектовались шестиступенчатыми автоматами ZF. Коробка – это надежная, проверенная временем и множеством автомобилей, на которые она устанавливалась. Если говорить конкретно об этом автомобиле, то здесь мы можем видеть большое количество потеков, каких-то непонятных, причем с разных сторон, и в основном из-под крышки картера. Возможно, что в эту коробку уже лазили. Не стоит забывать о том, что эта машина прошла почти 180 тысяч километров. Но вообще, единственное, что может потребовать ремонта в этой трансмиссии в интервале от 150 до 200 тысяч километров – это, скорее всего, раздаточная коробка в системе полного привода. Шестиступенчатый автомат Aisin устанавливался со всеми двигателями дорестайлинговых Audi Q7. Проблемы с ним встречались довольно часто. Как правило, они были связаны с протеканием уплотнительных резинок на штекере внутри КПП или с неисправностью гидроблока. После 2010 года этот автомат заменили на более надежный, восьмиступенчатый от компании ZF. Где-то на 100-150 тысяч километров, скорее всего, придется серьезно вложиться в подвеску. Менять здесь придется практически все. А именно, изнашиваются рычаги подвески. Стоят они где-то 15-30 тысяч рублей. Вместе с ними, скорее всего, придут в негодность втулки и стойки стабилизатора. Примерно в это же время износятся шаровые опоры, рулевые наконечники и рулевые тяги. На 120-150 тысяч километров появляются стуки в рулевой рейке. Ремонт обойдется в 20-25 тысяч рублей. Замена рейки – 50-70 тысяч. Помимо обычной пружинной подвески, на Q7 устанавливалась адаптивная пневматическая подвеска с изменяемой жесткостью амортизаторов. Сама по себе она неплоха, но вот наши морозы она точно не любит. При низких температурах часто выходят из строя либо клапаны, либо даже сам компрессор из-за скапливающейся внутри влаги. Ремонт компрессора обойдется где-то в 15-20 тысяч рублей, но это лишь продлит его срок службы где-то на 50-60 тысяч километров. Полностью замена компрессора обойдется в 120-150 тысяч рублей. Замена клапана на пневмостойке обходится, как правило, в 10 тысяч рублей, а сами стойки стоят около 100-120 тысяч рублей за штуку. Дорого, но зато говорят, что ресурс у них около 200 тысяч километров. Если же хотите сэкономить, то сюда можно поставить пневмобаллоны от Мерседеса. Они стоят на 30-40 тысяч дешевле, да и ресурс у них побольше. Да, Кусем это огромный корабль, лайнер, очень плавный, очень комфортный. Здесь хорошая плавность хода, и он такой весь вальяжный, в поворотах немножко кренится. И, наверное, я бы сказал, что на самом деле установка пневмоподвески сюда, она не столь уж и необходима, потому что даже с обычной пружинной подвеской этот автомобиль вполне комфортен. Если добавить сюда то, что это машина для американского рынка, они любят вот эту мягкость, плавность, вальяжность, то, в принципе, американский Кусем, на котором еду я, это очень комфортный автомобиль, который абсолютно не требует пневмоподвески дорогостоящей и сложной в обслуживании. Но весь этот комфорт и вся эта плавность на самом деле исчезает. Достаточно съехать на чуть-чуть более-менее убитую дорогу. И на самом деле здесь вылазят все недостатки того, что появляется в этом автомобиле с возрастом, с годами и с километрами. Потому что в салоне громыхают практически все панели. Здесь все дребезжит, все болтается, поскрипывает, скрипят сидения, обшивка дверей, передняя панель. Здесь вот как раз понимаешь, что машина все-таки старая и пробег здесь очень большой. Но несмотря на то, что здесь даже подвеска чувствуется, что тоже уставшая и уже, наверное, требует определенного обслуживания и ремонта, надо отдать должное, что у Ку-7 двигатель и коробка передач конкретно на этом автомобиле работают очень хорошо, плавно, без каких-либо нареканий. Никаких ошибок на передней панели нет. И это говорит о том, что, как мы уже и говорили ранее, и мотор, и подвеска здесь очень надежны и имеют большой ресурс. Если подойти к выбору поддержанного Ку-7 с толком, с расстановкой и с умом, так скажем, то я думаю, что это может быть беспроблемный автомобиль. Тем более, что на самом деле эта платформа довольно распространенная, на ней построено много автомобилей. Узлы и агрегаты используются на многих автомобилях, поэтому проблем с запчастями, в том числе и неоригинальными, быть не должно. Все те цены, которые я называл, это, как правило, речь идет о оригинальных запчастях, поэтому стоят они дорого. Но, в принципе, найти замену можно. Так что, если уж очень хочется купить Ку-7, будьте осторожны, будьте внимательны и правильно определяйтесь приоритетами при выборе поддержанного автомобиля премиального класса. Разумеется, те, кто покупает такие сильно подержанные машины и те, кто покупает их новыми, абсолютно разные люди. С разным достатком и подходом к эксплуатации. Не мудрено, что большой популярностью у нас пользуются Ку-7 с американского рынка. Они, как правило, дешевле. Но и здесь надо быть осторожным, так как именно среди машин из-за океана можно встретить экземпляры, пережившие, например, наводнение. Ну, проблема утопленников, она, как правило, проявляется в первые полгода. Год после того, как она, собственно, и утонула. Поэтому, если говорить о том, что это бывший утопленник, то, как правило, все те проблемы, с которыми он мог столкнуться, они уже прошли, либо их никогда не было. Потому что, если машина уже в России 5, 7, 10 лет, все проблемы, которые с ней могли быть, они уже давно вылезли на поверхность и принесли неудобства тем, кто уже их проходил. Поэтому я в утопленников не сильно верю. Поэтому риск утопленников существовал раньше, когда мы привозили только машины из Америки, например, и были первыми владельцами в России. Вот там был риск утопленника, да, что вам продали вроде бы конфетку из Америки, которая ездила по солнечным дорогам, никогда не была нигде, ни в каких историях. Она оказалась утопленником, и через полгода у нас начинаются неогромные проблемы. И связанные с электроникой, и связанные там с внутренними какими-то там плеснями и так далее. Цены на Q7 на вторичном рынке начинаются с 500 тысяч рублей. Но, сами понимаете, бросаться на самые дешевые экземпляры явно не стоит. Адекватные варианты начинаются с 700-750 тысяч рублей. Хотя рассчитывать и в этом случае на маленький пробег тоже не стоит. Цены на машины последних годов выпуска первого поколения доходят до 2,5 миллионов рублей. Предложений очень много, и выбрать есть из чего. Так что не торопитесь при поиске. На примере 10-летнего Audi Q7 мы еще раз убедились в том, что мало позволит себе премиальный автомобиль. Нужно иметь возможность его еще и содержать в надлежащем состоянии. Конечно, можно найти способы по доступному обслуживанию и ремонту такой машины. Но роскошь всегда будет требовать дополнительной платы. Или деньгами, или лишними усилиями. Вы смотрели программу «Поддержанные автомобили» на телеканале Автоплюс. С вами был Максим Пастушенко. Обещаю, в следующий раз снова будет что-нибудь старенькое.